Служилось в этом матче? В принципе, хорошо, что выиграли, это было самое главное сейчас для нас с уверенным счетом, в принципе, по делу. Для Тюмени сейчас, можно сказать, плей-офф начался уже в связи с тренерным положением таким непростым. Ну, я бы так не говорил, конечно, в подсознании надо нас давить немножко тоже эти моменты, что мы на грани вот этой зоны, зоны восьмерки, поэтому у нас немножко есть давление, немножко сковывает. Надо на этом не зацикливать внимание, а готовиться к матчам предстоящим, и уже непосредственно плей-офф тоже готовится держать это во внимание, как мы, в принципе, это делаем в этом сезоне. С учетом того, что лидеры не так давно вернулись, то на паузу в две недели сейчас опять на пользу должна пойти команде? Ну, сейчас у нас вылет на товарищеские игры в Казахстан, поэтому я не знаю. Конечно, пауза в любом случае на пользу, потому что кто-то будет подлечиться, может кому-то дадут выходные, кто-то там будет форму набирать. То есть у каждого свои личные задачи, чтобы уже команда пришла в ту форму, в которую все ждут от нее. Сейчас далеко еще до той формы? Ну, я думаю, да. Я думаю, сейчас мы показываем 30% от того, что можем, если даже не меньше. Поэтому, конечно же, есть всегда, куда стремиться, как всегда. Батарева как-то будете по-особенному с пятью голами поздравлять? Нет, это он пусть проставляется. Он же забил. Ну, конечно, поздравили все. Поздравили руки, сказали, что молодец, он сегодня реализовал свои моменты. У него долго не получалось. Была такая засуха, да, уже несколько матчей. Он хотел забить, не получалось. У него особенно вот с Динамо, с домашними. Плещики помнят. Сейчас он забил, я думаю, он будет это делать в каждой игре. И вот это хорошо. Я его поздравляю с этим. Спасибо. Спасибо.